Посольство Украины начало эвакуацию украинцев из Израиля из сектора Газа. Дипломаты отмечают, на территории Израиля за помощью обратились около тысячи человек. Также подтвердилась информация о гибели в Израиле еще одного украинца, сообщает МИД. Это третья жертва среди граждан Украины. У самых израильтян более 1200 погибших, и это количество может возрасти, ведь сейчас солдаты израильской армии проверяют все территории, на которые напали террористы. В то же время Цахал продолжает атаковать цели Хамаса в секторе Газа. Палестинская страна заявила о 900 убитых, а в Белом доме заверили, что американская разведка не видела признаков подготовки нападения на Израиль. Что сейчас происходит в Израиле, далее в сюжете. Кфар-Аза – населенный пункт на юге Израиля с населением менее 800 человек. Сейчас это еще одна рана на теле страны. Туда ворвались боевики Хамасы, убили целые семьи. Точное количество жертв неизвестно. Но побывавшие здесь журналисты рассказали, что террористы убили около 40 детей и младенцев. Усложняет работу израильским солдатам то, что хамасовцы устроили в постройках минные ловушки. Тот, кто это сделал, должен был потерять все человеческое. Я видел детские коляски со следами от пуль и кровью. Кто подходит к ребенку и убивает его. Кто убивает матерей. Я видел тела в домах. Сейчас уже известно, что от рук террористов Хамас погибли 1200 израильтян. Почти 3000 пострадали. В ходе боевых действий погибли и 170 израильских солдат, сообщили в Цахал. Премьер страны Беньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Джо Байденом заявил, такой жестокости Израиль не переживал со времен Холокоста. Сотни убитых, целые семьи были убиты в своих кроватях и домах. Женщины были жестоко изнасилованы и убиты. Также были похищены около сотни человек, в том числе дети. Масштабы этого зла только выросли. Они забрали десятки детей, сожгли их и казнили. Они обезглавливали солдат. Они убивали молодежь, которая праздновала на природе. Окружали их джипами и расстреливали, как в Бабьем Яру. Это даже хуже, чем ИГИЛ, и мы должны к ним относиться так же. С ужасами Холокоста сравнил нападение Хамаса и главный раввин Украины Моше Асман. Никто не ожидал, что такое может случиться в Украине. Также никто не ожидал такого в Израиле. Но сейчас мир поделен на тех, кто на стороне зла. Это Россия, Иран ее партнер, Сирия и Северная Корея. И другие, кто на другой стороне, стороне света. И если одна сторона стремится к развитию и добру, то другая – к разрушению и убийству. Сахал сообщил, что поразил несколько сотен целей Хамаса, в том числе и морских. В Израильском Минобороны заявили, полностью восстановили контроль над территорией и переходят к полноценному наступлению на сектор газа. Израильские войска наносят массированные авиаудары туда, где базируются лидеры террористов, скрываясь в плотной гражданской застройке. По сообщениям палестинской стороны, там уже погибли 900 человек. Еще 4,5 тысячи пострадали. Сегодня вы видите много видео, как от взрывов рушатся дома. И вы можете полагать, что это гражданские дома. Но вот что я вам хочу сказать. Это не гражданские дома. Это легитимные военные цели. Но почему? А потому что Хамас размещает все свои офисы, штаб-квартиры и другие свои военные объекты в гражданских домах. В настоящее время в Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец Джеральд Форте и первый самолет с американскими боеприпасами. А в Белом доме заверили, у Вашингтона достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать и Украине, и Израилю. Мы готовы поддерживать украинцев, которые противостоят российской агрессии. И будем делать это на постоянной основе. У нас достаточно денег для этого. У нас также есть средства, чтобы обеспечить Израиль тем, что ему необходимо. И мы решительно исключаем мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать и свободолюбивый народ Украины, и государство Израиль. Между тем, оперативный штаб МИД Украины в Израиле подтвердил, что во время атаки боевиков погибли уже трое украинцев. Еще шестерых считают пропавшими без вести, а девять ранены. Сотни украинцев не могут выехать из-за отмененных авиарейсов, а еще почти две сотни граждан попросили эвакуировать их из сектора газа. Ярослава Марущенко в рамках марафона на телеканале Freedom. 12 человек пострадало в результате ракетного удара по Шкелону в Израиле. Ракеты попали в жилой дом и легковые автомобили. Состояние пострадавших удовлетворительное. Также ракета попала в больницу Барзилая. Пострадавших пока неизвестно. Также известно, что Хамас выпустил ракету по Хайфе. О войне в Израиле говорим далее. Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля в запасе. Журналист, военный историк к нам присоединяется. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. С момента вторжения Хамас выпустил по Израиле уже тысячи ракет. Во-первых, откуда их столько у террористов? Это собственное производство или чья-то дружественная помощь? Во-вторых, если учитывать то, что были попадания, можно ли говорить о том, что железный купол не справился? Если да, то почему? По поводу наличия у них ракет и более совершенных и смертоносных оружия. Дело в том, что, как вы знаете, газ ограничен с Египтом. И под границей с Египтом прорыто множество туннелей, часть из которых длятся многие километры, иногда десятки километров. Туннели, которым может, в принципе, проехать даже автомобиль. Это электрифицированные, оборудованные туннели. Там есть иногда даже небольшие железные дороги. Подобные туннели какое-то время пытались они строить и на территорию Израиля, но израильтяне научились их обнаруживать и ликвидировать в большинстве своем. Помимо этого, как, наверное, известно вашим зрителям, Израиль все это время, весь этот период, все эти долгие годы, с тех пор, как ушел с территории сектора газа в одностороннем порядке, предоставлял для сектора газа все необходимые товары и ингредиенты для функционирования гражданского. Среди этих продуктов было много товаров до иного назначения. Например, из водопроводных труб они прекрасно делали оболочку для ракет. Помимо перечисленных факторов, там расцвело кустарное и полукустарное производство. Ну и также при всех попытках израильтян герметично закрыть морскую границу полностью это сделать не удалось, все равно какие-то грузы и по морю тоже туда попадали. Поэтому, накапливая много лет вооружения, им удавалось создать такой ракетный потенциал. По поводу железного купола, то есть тут просто... Григорий, вы слышали о нас? К сожалению, связь, но мы в ближайшие секунды попытаемся наладить и продолжить разговор по поводу того, что сейчас происходит в Израиле. А то, что там происходит, действительно очень страшно и много вопросов, и как это все обернется, и чем закончится. Да, как сказал Григорий, парадоксально, но действительно Израиль в некоторой мере сам приложил руку вот к тому, что стало последствием вот этой вот атаки. Григорий, вы слышите нас? Есть на связи? Григорий, как раз прервалась связь. Хотел уточнить у вас по поводу железного купола, все-таки, да, учитывая вот эти кустарные ракеты. И тем не менее, где-то вот, да, были зафиксированы попадания, мы видели видео. Означает ли это, что железный купол просто где-то не справился, или он просто был настолько перегружен этим количеством, что, ну, он просто, наверное, был не рассчитан на такое количество ракет, и понятно, что где-то случились вот эти вот пропуски? Дело в том, что, понимаете, вот зачастую журналисты, они любят, ну, придавать неким явлениям, неким видам вооружения какие-то совершенно несуществующие на самом деле характеристики. Из железного купола по ряду причин сделали такое вот какое-то сверхоружие, которым он никогда не являлся. Просто уникальность железного купола заключалась в том, что это единственная в мире система, которая позволяла сбивать тактические ракеты малого радиуса действия. Вот и вся история. Но как любая система ПВО, любая, она не может дать стопроцентную гарантию. То, что, во-первых, у нас их недостаточное количество. У нас территория Израиля прикрыта железными куполами не на 100%. Я не буду сейчас говорить, насколько в эфире, но нам их самим не хватает, так сказать, для того, чтобы полностью прикрыться. Во-вторых, террористы научились перегружать эту систему. В целом, в любом случае, эта система демонстрирует хорошие характеристики, но она не может дать стопроцентную защиту. Однако по поводу железного купола я должен прокомментировать еще это в таком контексте. Наличие железного купола у Израиля, как это ни парадоксально, на мой взгляд, сыграло с Израилем злую шутку, потому что позволило многие годы нашему политическому руководству не предпринимать лишительных мер в отношении террористов, потому что наличие железного купола позволяло избежать жертв среди мирного населения в течение велотекущего конфликта. И поэтому для того, чтобы правительство решилось на такие действия, на которые оно решилось сейчас, должна была произойти вот такая трагедия. Ну, для нас, если вы пересчитаете в процентном соотношении, то для нас это намного хуже, чем для американцев 11 сентября. То есть у нас уже сегодня говорят о том, что погибло более 1200 гражданских в результате террористической атаки. И, к сожалению, видимо, это не последняя цифра. Я думаю, что она в итоге будет значительно больше. Насколько можно утверждать по поводу вот этого, то, что вы сказали, такого мнимого возвеличивания, преувеличения возможностей, вот вы сказали по железному куполу. То же самое хочу спросить по поводу израильской разведки, потому что она действительно превозносилась как самая лучшая в мире. Ну и в конечном итоге получилось, что она вот такой спланированной, безусловно, годами, наверное, годами, может быть, каким-то длительным сроком, нападение такое Хамаса практически упустила. Дело в том, что израильская разведка, как любая разведка профессиональная, знала свои славные страницы и знала свои позорные провалы. Нет совершенных систем и совершенных структур. Любой человек, который что-то делает, он всегда ошибается. Это закон. Так вот, наша, например, разведка, главным образом, и МОСАД, кстати, а военная разведка, 50 лет назад давала неверную оценку намерений Египта в отношении Израиля накануне войны судноводия, которая ровно 50 лет назад разразилась. И в данном случае, я думаю, что тут больше ответственность на военной разведке и на Шабаке, чем на МОСАДе, в конкретном случае вот с этой операцией. Но в любом случае, естественно, что это провал израильских спецслужб. Однако, предстоит еще разобраться, насколько наши спецслужбы не доносили до правительства ту информацию, которую должны были доносить. Возможно, какая-то информация поступала, и правительствам не делались должные выводы. Это тоже вполне возможный сценарий. Но это мое предположение, не более чем, потому что окончательно это будет известно только после того, как разберется Следственная комиссия в этом, которая наверняка будет создана. Теперь я бы также хотел отметить, что вообще не надо думать, что разведка не предупреждала о подобных развитиях событий. Отрабатывались действия израильских войск на случай вторжения тех или иных террористических групп, которые и случались в прошлом. Просто масштабы вторжения были такие, что и комплексность этого вторжения, что вот это было не оценено и не предвидено. Потому что, допустим, то, что произошло в первые часы после вторжения, не знаю, минуты, часы, короткий срок после вторжения, когда силы самообороны поселений вступили в боестолкновение с террористами и подали сигнал СОС, так сказать, на место выехали небольшие летучие отряды спецназа для того, чтобы этих террористов уничтожить. Просто эти отряды состояли, как правило, из нескольких человек, а на месте орудовало несколько десятков террористов, вооруженных с ног до головы тяжелым стрелковым оружием, гранатометами и пулеметами. Получалось, что в деревне ведет бой 10-15 ополченцев против сотни террористов, туда прибывает еще десяток солдат и гибнут под огнем превосходящего противника. Вот к такому масштабу вторжения Израиль был, безусловно, не готов. Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день только известно, что найдено полторы тысячи трупов террористов на территории Израиля. Это то, что было ликвидировано. Вы представляете, сколько их было на самом деле? То есть речь идет о вторжении нескольких батальонно-тактических групп одновременно спланировано на участке фронта длиной в 60 километров. Россия знала о подготовке боевиков Хамас к нападению на Израиль. Москва предоставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины. Это заявили в разведке Украины. Также Центр национального сопротивления сообщал, что часть боевиков ЧВК Вагнер готовила террористов Хамас к вторжению в Израиль. Год назад Лавров, глава МИДа России, встречался с лидером Хамаса в Москве. Как вы думаете, могла ли Россия непосредственно участвовать в планировании и организации нападения Хамаса на Израиль? Я не вижу в этом ничего невероятного. Дело в том, что Россия постоянно подчеркивает, что она воспринимает себя как правоприемник Советского Союза. Но иногда пытается это подчеркивать, когда это выгодно, и отходить от этой позиции, когда это не выгодно. Но если мы будем все-таки воспринимать Россию действительно как правоприемник Советского Союза, давайте не забывать, что Израиль с Советским Союзом воевал. Военные эксперты войну на истощение, которое раздразилось сразу после шестидневной войны и протекало с 67 по 71 год, также называют Израильско-советской войной. На территории Синайского полуострова погибло более 200 советских офицеров за эти 4 года, в основном летчиков и зенитчиков. Поэтому не в первый раз, так сказать, большая, могущественная северная страна оказывает поддержку тем арабам, которые хотят уничтожить Израиль. Поэтому я не имею фактов, которые могли бы, так сказать, подтвердить эту версию, которую выдвигают представители разведки Украины. Однако ничего фантастического в этой версии, не укладывающегося, ну, в мое представление, так сказать, о реалиях Ближнего Востока я не вижу. Ну, еще, наверное, тоже очевидный противник Израиля, страна, которая действительно заинтересована была бы в таком нападении, это Иран. Причем, они даже не скрывают, государственная газета этой страны вышла, значит, с обложкой и поздравлением читателей с тысячей погибших израилетян, таким вот циничным абсолютно образом. Хамминей также заявил, что, цитирую, «мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сианинский режим». Как вы считаете, вот можно ли считать, что Иран вот как раз прежде всего и в первую очередь как раз занимался, вот организация этого всего, прилагал все усилия, в том числе и оружием, и специалистами, и, возможно, даже, и они каким-то образом и принимали участие, потому что вот была информация, что распространили видео, где было слышно, как один из боевиков говорит на Фарси, то есть, ну, вот такой вот опять-таки иранский след, что называется. Как вот на ваш взгляд? Ну, одно понятно, что за вот этой вот атакой, произведенной на самом высоком уровне, стоял более могущественный союзник КамАЗа. Я не знаю, кто это был, Россия или Иран, но кто-то за ними стоял, потому что никогда КамАЗ не производил столь комплексных, сложных, многоступенчатых общевойсковых операций, как вот то, с чем столкнулся Израиль. То есть Израиль воевал все эти годы с террористической организацией, а столкнулся с хорошо подготовленной армией, что совершенно не меняет моей основной тезы, что в результате этой войны КамАЗ будет уничтожен. Чтобы ни у кого не было сомнений, а если Хизбалла подключится, значит, их Хизбалла будет уничтожена. Просто чтобы наши зрители понимали, так сказать, что никто здесь в Израиле не собирается выбрасывать белый флаг. Это я так очень мягко выражаюсь. А сказать так более хлестко, так готовы рвать их зубами. Потому что это не просто 1200 или более даже убитых гражданских. Это люди, которые приняли лютую мученическую смерть от рук нелюдей. Это сожженные заживо, это дети с отрезанными головами, это изнасилованные женщины и дети и так далее. Именно по этой причине президент Байден и сказал речь, которую не произносил ни один президент Соединенных Штатов, мне кажется, вообще в истории по отношению к Израилю. То есть дипломатического варианта решения нынешнего обострения, нынешней войны, вы не видите, потому что глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель пригласил представителей Израиля, Палестины на встречу министров иностранных дел Евросоюза. Можно ли каким-то образом, не знаю, договориться? Я думаю, что любой политик израильский, высшего эшелона, который пойдет на переговоры с КамАЗом в данном контексте обстоятельств, это будет конец его политической карьеры. Народ ему этого не простит. Я не помню за 33 года жизни в этой стране, чтобы такой был консенсус в израильском обществе, чтобы было такое намерение, неуклонное, добиться уничтожения КамАЗа, добиться справедливой мести, возместия. Зато варварство, ничем не спровоцированное со стороны этой террористической организации. Григорий, спасибо вам, что нашли время присоединиться. Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля в запасе, журналист, военный историк, говорили о происходящем в Израиле, о той войне, которая развязала террористическое формирование ХАМАЗ. Субтитры создавал DimaTorzok